Варикоза нет. Это оптимистическое утверждение, на самом деле является названием сети федеральных клиник, одна из которых недавно открылась у нас в Махачкале. Именно об этом мы и будем говорить сегодня. Максимально ранняя диагностика варикоза, насколько это возможно, способы лечения, новые технологии. Обо всем этом очередной выпуск нашей программы. Это программа «Здоровье». Я, Бария Тубрынская, приветствую вас всех. Здравствуйте. Представляю вам специалистов клиники здоровья, которые сегодня будут моими и, надеюсь, вашими собеседниками. 69-44-72, 15 декабря. Мы работаем для вас в прямом эфире. Мои сегодняшние собеседники – это Гаджи Гусейнович Умаров и Сулейман Мгудинович Агаев. Здравствуйте. У этих молодых, но очень успешных врачей одинаковые регалии. Так сложилось. Это врачи сердечно-сосудистой хирургии. Если они правы, поправьте меня. Это врачи флебологи, врачи ультразвуковой диагностики, члены общества сосудистых хирургов России и члены общества флебологов России. Я все верно перечислила? Все верно верно. Как так получилось, что они как-то очень ровно идут в своей успешной врачебной карьере, мы узнаем чуть позже. Сейчас я с удовольствием напоминаю о том, что нашим другом, товарищем и партнерам остается многофункциональный лечебный центр Джамси. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Итак, это был ролик, представляющий нашего партнера, партнера проекта «Здоровье» многофункциональный центр Джамси. А я напоминаю, сегодня, 15 декабря, мы обсуждаем такую тему, как варикоз. Почему это так опасно? Опасно не обратить вовремя внимание, годами ходить с такой проблемой, которая в любой момент может дать осложнение. Обо всем этом сегодня со мной беседуют специалисты клиники «Варикоза нет» Гаджи Гутейн и Чумаров и Сулейман Гудинович Агаев. Давайте все-таки, может быть, начнем с того, что посмотрим сюжет небольшой из вашей клиники, и потом вы сами расскажете, зачем вы открылись, у нас что, своих флебологов нет, и каким образом вы собираетесь строить здесь успешную работу, что вы можете предложить дагестанцам. Пока небольшой сюжет. Асват Яхьяева работает в школе техничкой. На работе весь день на ногах, говорит женщина, и проблемы с сосудами проявились очень болезненно. Отеки на ногах, судороги, вены вышли так сильно. По этажам тоже ходить, видимо, нагрузка есть. Для того, чтобы ноги болят, я пришла в эту клинику, узнала телефон, брат мне подсказал, есть такая клиника. Здесь, на Гагарина, в здании курортной поликлиники, не так давно открылся по франшизе новый медицинский центр. Чем занимается сеть федеральных клиник, ясно из названия – «Варикоза нет». Пациенты, попадая сюда, проходят поэтапное обследование и лечение. В первую очередь, конечно, необходимо обследоваться. Надо выявить причину. Докторы при осмотре, на первом же приеме, делают УЗИ для того, чтобы посмотреть и увидеть внутреннюю проблему. Если, допустим, там трогает застою. И, исходя от уже состояния, которое показывает УЗИ и обследование, он назначает лечение. Кому-то, допустим, оно вообще… Ну, нет необходимости оперировать, и тогда можно обойтись склеротерапией. Если есть рекомендации к операции, то, конечно, кто-то все объясняет, рассказывает. Вот. И уже направляет, конечно, пациента в основном записывается и ведет пациента в течение полугода после того, как проходит операция. Здесь мы занимаемся в основном только лечением и консультируем пациентов с патологией нижней конечности, именно варикозной болезнью. И, скажем так, все проходит в более плановом порядке. Плюс лечение, которое мы проводим, будучи оно консервативным или оперативным, она соответствует всем современным стандартам, нормам, эстетике, качеству и, плюс, естественно, оборудованию. Главное в лечении варикоза, говорят врачи, не ждать, пока боль заставит пойти в клинику. Врачу лучше обратиться сразу, как только увидели у себя расширенные выпуклые вены. Зачастую люди не всегда понимают сложность того, что если у них не болит, они думают, что можно подождать, можно еще год, два, три. У меня же не болит, у меня просто сдулись вены. А на самом деле это может дать потом более тяжелое осложнение. Сейчас у нас очень квалифицированные врачи, и они могут донести, насколько это важно и серьезно, быть здоровым, независимо от того, сколько вам лет, и следить за собой обязательно. Современное оборудование и квалифицированные врачи – все это позволяет клинике «Варикоза.нет» работать на результат. Если результат в лечении варикоза интересует вас, звоните 98 98 01. Это номер клиники «Варикоза.нет» в Махачкале. Бариату Брынская Арсен Мажидов. Специально для программы «Здоровье». Итак, мы начнем нашу беседу с представления клиники. Когда вы открылись, каковы были задачи, и почему, открывая эту клинику, вы решили, вы, коллектив, организаторы, что это необходимо в Махачкале. У нас, в принципе, довольно активно занимается флебология в регионе. Да, приветствую еще раз всех. Для начала, наверное, хотелось бы сказать и отметить еще раз, что «Варикоза.нет» является федеральной сетью клиник, которых более 20 по всей России. Клиника занимается лечением варикозной болезни нижней конечностей. Проблема, связанная с варикозом, она актуальна практически во всех регионах нашей страны. Это проблема, в которой никогда не будет дефицитов, так скажем, больных, условно. Наша клиника, она занимается не только, скажем, вот именно лечением, таким вот классическим вариантом, как мы привыкли видеть, оперативное лечение, но и диагностикой заболеваний на ранних стадиях. Кстати, пользуясь возможностью, хотел бы сказать, что в нашей клинике сейчас действует акция, если пациенты записываются в течение нашего эфира на консультацию, то консультация вместе с УЗИ, вместе с назначением врача будет стоить всего 800 рублей. Я хочу добавить, что такая консультация стоит от 2000 до 2500, насколько я знаю. В 98-9801 пока идет обсуждение. Причем, неважно, вы смотрите это прямой эфир или в повторе, на это время действует акция. Звоните 98-9801 и получайте с огромной скидкой консультацию высококвалифицированного сосудистого хирурга по поводу варикоза, УЗИ-исследования и вместе с результатами УЗИ назначение обследования. Я правильно перечислила услугу? Да, абсолютно. Эта услуга вам обойдется в такую сумму. Звоните. Звоните сейчас же, записывайтесь на консультацию, если вам это нужно. И звоните к нам 69-44-72, подключайтесь к обсуждению. Да, мы ждем. Запись у нас практически полная до конца декабря, но есть возможность сейчас записаться до обсуждения. Здорово. Пока у нас шел сюжет, режиссер говорит, что человек вряд ли дозвонится еще раз. Из женской солидарности не задать вопрос не могу. Он встречается очень часто и в соцсетях, и под обсуждениями, под постами ваших коллег-фрибологов. Скажите, пожалуйста, насколько правильными или верными являются предупреждения флебологов, сердечно-сосудистых хирургов о том, что нельзя делать эпиляцию девушкам, у которых проблемы с сосудами. Даже если в начальной стадии сосудистые сеточки и так далее. Эпиляция на разных видах. Если вы вдруг не знаете, я вас просвещу. Это восковая горячая. Это такая же температурная лазерная эпиляция. То есть, насколько это возможно? Вы разрешите ответить, да? Да, конечно. Напоминаю, Судима Магодиновича Агаев. Врач клиники варикоза нет. С уже подтвердившимся диагнозом варикозной болезни, да, с имеющимися патологиями вен нижних конечностей. Любое тепловое либо горячее воздействие на вены нижней конечности несет только губительный эффект. Это все усугубляет течение варикозной болезни. И никто не может предугадать все последствия манипуляции данных процедур. Поэтому с имеющимися заболеваниями вен нижних конечностей делать какие-то эстетические процедуры на нижних конечностях не рекомендуется. Судима Магодинович, 95% по статистике, это не мои слова, это статистика, правда она взятая из сети, но тем не менее. 95% населения имеет проблемы с сосудами различной стадии варикозы. И наши салоны переполнены представительницами прекрасного пола. Я так думаю, что 95% из них тоже имеют варикоз. Может быть вы дадите совет, как минимизировать этот вред? Или вы категорично не ходите, все? Минимизировать этот вред я бы порекомендовал просто после посещения хирурга-флеболога. И составление определенного образа заболевания в вене нижней конечности, либо его отсутствия. На первичном приеме уже тогда будут даны рекомендации по дальнейшему ходу действий пациентки. В том числе и посещение салонов хирурга. По статистике заболеваемость вене нижней конечности среди женского пола встречается чаще, да, вы это верно подметили, да. Но я бы порекомендовал представителям прекрасного нашего пола, да, прежде чем посещать такие вот места, да, это эстетика, да, это красиво. Но нужно не забывать о здоровье и ставить в первую очередь это здоровье, а потом уже и красоту. Возвращаясь к работе клиники «Варикоза нет» в Махачкале, насколько этот цикл законченный? Вы можете сделать все анализы, которые нужны, подготовить пациента к операции? Какие операции? Потому что сейчас, когда вот высокие технологии настолько, очень многие раньше тяжелые операции перевели в разряд амбулаторных, ну, говорить операция, ну, слишком широкое понятие, да. Тем не менее, на что вы способны, что вы предлагаете? Предоставляю, Гаджи Гусейнович, ответ. Ну, начнем с того, что прежде чем говорить, что мы предоставляем, я бы хотел чуть-чуть более подробно остановиться на самом понятии варикозной болезни, потому что часто бывает такое, что приходят на прием пациенты, говорят, у меня болят вены, у меня вот здесь какие-то проблемы, да, шишки, у меня вот здесь сустав начал болеть от этого. То есть на первом этапе все-таки хотелось бы донести, что то, что мы можем предложить, это для начала понимание, есть у вас болезнь или нет болезни. Ведь проблемы с ногами могут быть связаны не только с варикозной болезнью, у нас есть множество других заболеваний, которые могут к этому приводить. По сути, варикозной, ну, во-первых, давайте так начнем по-простому. В венозной системе нижней конечности кровь всегда течет снизу вверх, то есть в сторону сердца. И в венах у нас есть специальные клапаны, которые действуют как дверца, которые не позволяют крови под силу земного притяжения падать вниз. Вот когда мы говорим про варикозное расширение, стенки расширяются, и вот эти дверцы, они до конца не смыкаются. То есть у нас возникает такое явление, в медицине называется рефлюкс, при котором кровь забрасывается вниз. Так? Настолько просто проблемы варикозы мне еще никто не рассказывает? Ну, на самом деле, да, там ничего такого сверхъестественного нету. Сложности наступают тогда, когда пациент тянет с этим заболеванием, ведь одна из проблем варикоза в том, что люди его рассматривают просто как какой-то косметический дефект. Да, потому что не болит. Чаще всего это не больно. Боль возникает уже потом, когда осложнение, когда многолетняя история, возраст. Я совершенно верно. Хотел бы еще дополнить, да, в хирургии вообще и в целом, и в других областях медицины. Есть такое незыблемое правило, что лучше бороться с самим заболеванием в зачатке, да, нежели с его осложнениями. Да, почему? Так потому что с осложнениями врач просто не может, ну, сможет и не подоспеть с лечением. Они развиваются очень молниеносно, да. Казалось бы, с одной стороны, вены нижних конечностей, да, вот там свисают прямо шары, на них не обращают внимания. Думают, они настолько безвредны, но хотелось бы, чтобы люди увидели те осложнения, с которыми мы сталкивались, сталкивались, работая в стационаре в городе Санкт-Петербург, да, это очень-таки тяжелые состояния, достаточно требующие большого объема хирургического вмешательства и длительным реабилитационным периодом. Вот, когда ты видишь последствия, да, и пытаешься объяснить это и донести до человека, что не стоит приводить, да, состояние своего организма к такому, да, стоит лечить это все на зародыше, да, тем более с таким скачком в медицине, да, и с такими малоинвазивными методами его лечения, безболезненными абсолютно, с минимальным периодом реабилитации, это, я считаю, доступно для многих граждан нашей республики и страны в целом. Ну, скажите, давайте напомним нашим зрителям, напоминаю еще раз, давайте напомним, напоминаю 69-44-72, подключайтесь к обсуждению. Первые признаки. У женщин это чаще всего сеточки. Да, да, но не только сеточки. Существует разное строение там нижних конечностей подкожно-жировой клетчатки. Бывает такое, что само заболевание кроется в толще подкожно-жировой клетчатки, из-за ее выраженности это все не видно визуально, да. Так вот когда идти к врачу? Симптомы? Симптомы варикозной болезни, они очень разнообразны, да. Это повышенная утомляемость нижних конечностей, это отечность нижних конечностей, да. Это увеличение конечностей в объеме, вот. И только после первичного приема, когда пациент приходит к хирургу-флебологу, собственно говоря, после предварительной записи, да, у нас формируется определенный там рабочий день, да, придя на прием к хирургу-флебологу, после того, как мы сами проводим инструментальные методы исследования, хотелось бы подчеркнуть, что исследования со стороны мы не принимаем, да, мы хотим и делаем исследования сами, собственно, ручно и смотрим это все сами. То есть вы оба врачи, которые являетесь и хирургами, и ультразвуковыми врачами, и терапевтами, то есть вы и консультируете, и делаете УЗИ, доверяя только себе. Хорош тот врач, который разбирается на отлично в своей специальности и знает хорошо ряд других специальностей, чтобы проводить грамотную дифференциальную диагностику. Приехав сюда, переехав продолжать свою рабочую деятельность на территории города, да, Махачкалы и в целом на свою малую родину, Дагестану. Откуда вы приехали? Это выйти, напомню. Да, мы длительное время работали на территории города Санкт-Петербург, на территории города Москвы, проводили ряд операций на территории города Тулу и Уфы. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что варикоза нет, является федеральной сетью клиник. Мы находимся в постоянном обмене опытов, навыков и знаний внутри своей клиники, между специалистами. То есть и консультировать мы в консилиум по поводу сложных случаев. Мы работаем в постоянном тандеме с нашими специалистами. То есть где-то мы подсказываем, где-то нам подсказывают, да. И это на самом деле положительно сказывается на конечном результате нашего лечения. Мы всегда настроены на долгосрочный эффект от нашего лечения. Мы хотим, чтобы с нашей клиники человек уходил с улыбкой на лице и полностью забыв о тех проблемах, с которыми он перешагнул за порог нашей клиники. Мы продолжаем наш эфир и напоминаем, что на время эфира действует сумасшедшая акция в клинике варикоза нет. 98-9801. Прямо сейчас вы можете позвонить и записаться на консультацию врача, на УЗИ-исследование, на обсуждение со всеми вытекающими последствиями, хотела я сказать, с лучшими, да, если это сложный случай, это будет консилиум с лучшими врачами клиники варикоза нет со всей России. Все, что вам нужно, будет предоставлено. Все это стоит 800 рублей. Звоните 98-9801, пока мы с представителями клиники, врачами, специалистами обсуждаем проблему варикоза. Мы остановились, Олима Мугодинович, на симптомах. Какие симптомы нельзя выпускать? Обычно пациенты обращаются к нам с симптомами, с жалобами на отечность нижних конечностей. Это главный симптом, который встречается у пациентов с варикозной болезнью. Но, опять-таки, не всегда. Почему? Потому что до какой-то поры, до какой-то времени нижняя конечность компенсирует тот процесс варикоза, который идет, и пациенты не ощущают этот отек. Да и отеки могут быть не только от варикоза. Не только от варикоза, да, вы правильно и верно подметили. Очень много маскирующих варикозную болезнь, заболеваний есть, да. То есть это все нужно разбирать на первичном приеме. И все-таки кроме отечности еще что? Сетки, видимые изменения вен, изменение цвета кожного покрова в нижних конечностях, увеличение в объеме нижних конечностей. Это невозможность длительного нахождения организма в вертикальном положении. То есть длительное нахождение стоя. Стоять долго, тяжело. Да, да. То есть бывает такое, что нога не слушается. Но, опять-таки, здесь нужно дифференцировать, и это все мы... Для этого существуют клиники. Клиники. Специализирующиеся. Специалисты и, собственно говоря, инструментальные диагностические методы. Гаджи Гусеевич, не могу не задать вопрос. Будущие мамы, девушки, которые уже ждут ребенка. Вообще надо ли готовиться к этому в плане именно сосудов? Если есть подозрения. Ну, без сосудистых сеточек, без проблем, совсем без проблем с ногами девушек нет. Все мы, во-первых, в свое время, дай бог каждому в семье испытать это счастье, становимся мамами. А это такой стресс для организма. И все равно на сосудах это отражается. У всех есть сеточки. А это вот начальная стадия варикозного заболевания, как говорят ваши коллеги. Как готовиться к беременности? И как вообще протекает беременность у девушек, у которых есть варикоз? И такая, ну, серьезная история. Совершенно такой очень правильный вопрос, который действительно заинтересует очень многих девушек. И в Дагестане, и вообще по всему миру, можно сказать. Это проблема, потому что есть, скажем так, категория людей, которые больше подвержены именно варикозной болезни. Когда мы говорим про девушку, которая находится в положении, то есть беременную, это группа риска. Все просто потому, что плод, по мере того, насколько он растет, сдавливает крупные венозные сосуды. Вредит еще до рождения. Да, и затрудняет, получается, еще больше венозный отток, который может быть в ногах. Но как можно спланировать беременность, чтобы на уже поздних сроках беременности, чтобы проблемы не было? Во-первых, это ранняя диагностика. То есть это сдача анализов. Есть такой анализ, называется кагулограмма, который показывает, во-первых, свертывающую систему крови. Всегда нужно помнить, что варикоз, он всегда будет способствовать к риску тромбообразования. При беременности у нас есть физиологический такой процесс, когда организм физиологически начинает кровь сгущать. То есть сочетание двух факторов – это дополнительные риски возникновения. Поэтому, конечно, УЗИ вен нижних конечностей рекомендовано абсолютно всем людям здоровым раз в год хотя бы делать. Тем более, если мы говорим о девушках, которые планируют беременность. Это первое. Второе. Я уже сказал, что это сдача анализов. И третье, которое, наверное, наиболее важно – это контролировать себя во время самой беременности. Как? То есть посещать врачей вовремя, наблюдаться у тех врачей, которые стоят на учете, и, естественно, делать УЗИ. То есть если видим, что есть по анализам сгущения крови, то мы сразу, прежде всего, должны посмотреть сосуды. Есть ли риск образования тромбов. Можно ли делать УЗИ сосудов при беременности? Это не вредно для ребенка и мамы? Нет, абсолютно не вредно. Можно делать неограниченное количество раз. УЗИ не вредно. Методы лечения на сегодняшний день. Что можете предложить вы? Методов лечения варикоза огромное количество. Что практикует клиника «Варикоза нет» в Махачкале? На данный момент вообще и не только в клинике «Варикоза нет», но и по всему миру сложились два способа лечения варикозной болезни. Это общая хирургическая и, собственно говоря, малоинвазивные лазерные методы. Мы в Санкт-Петербурге практиковали и хирургические методы, и лазерные методы. И с уверенностью могу сказать, что отдаленные результаты по лазерным методикам намного превосходят хирургические методики. Отсутствует травматизация. То есть в нашей клинике варикоза нет. Мы применяем лазерные технологии. То есть даже так, отдаленные результаты намного лучше лазерные. Ранние и поздние послеоперационные результаты, они на самом деле превосходят все наши даже ожидания. То есть в течение полугода до года вена полностью лизируется и рассасывается. Организм ее рассасывает как чужеродный агент. Методы, которыми мы лечим варикозную болезнь, это малоинвазивная хирургия, грубо говоря. Это лазерные методы. Лазерный метод – это больно? Абсолютно нет. Работу лазера пациент обычно не ощущает. Буквально сегодня, чем еще хорош, кстати, по сравнению с хирургическим методом лазерный метод, буквально мы сегодня с Гаджи Гусейночем прооперировали пациентку на обеих нижних конечностях, хирургический метод, он не может такие возможности предоставить. Почему? Потому что есть травматизация. Травматизация обеих нижних конечностей выключает пациента из просто банальной ходьбы. Наша методика позволяет прооперировать обе нижние конечности. Буквально мы сегодня справились за 50-55 минут, пациентка осталась довольна. Мы ее отправили домой с последующим нашим контролем. Есть еще и безоперационные методы лечения. Все зависит от формы и варианта варикоза, их несметное количество. Но, тем не менее, хочется услышать о неоперационных методах. Это что? Неоперационные методы. Неоперационные методы лечения варикоза – это те формы варикоза, так называемые, несофенной локализации. Это есть. Это склеротерапия. Есть разные формы склеротерапии. Есть стволовая, есть компрессионная склеротерапия. Опять-таки, на своем примере с Гаджи Гусейновичем прооперировали, точнее, провели манипуляцию в этой стволовой склеротерапии. Пациентка мучилась 15 лет несофенной формой варикоза. У нее был не совсем привычный для всех сосудистых хирургов вариант формы варикозы. Почему-то в течение 15 лет никто не брался за нее. Эту пациентку мы вылечили буквально за 15 минут. Сделал буквально один укол. Мы сняли все симптомы. Нога уменьшилась в объеме. Пациентка довольна. И буквально мы через недельку планируем отправить ее в Санкт-Петербург. Она сама из Санкт-Петербурга, наша женщина. Приехала к нам, мы ее пролечили. Все довольны. То есть был проделан только один прокол. Две на пункции. Я представляю, какое огромное моральное удовлетворение испытывает врач. Это просто непередаваемо на самом деле, когда ты видишь плоды своих стараний. И когда тебя просто человек обнимает и благодарит тебя. И ты думаешь, все-таки не зря ты выбрал профессию врача. И ты нужен людям. И это на самом деле то, ради чего стоит заниматься врачеванием. Круто. Ну, если еще добавить, ну, так, по-простому скажем, открытые методы, это все-таки в понимании. Это госпитализация в больницу. Это спинальная анестезия. Это разрезы по ходу вены. Это достаточно небольшая, большая длительная реабилитация после этого. Если мы говорим про лазер, это всего лишь один прокол, который проходит под местной анестезией. У нас звонок в студию. Да. Говорите. По-моему, я вам говорила же. Здравствуйте. Теперь скажите нам. Вы разговаривали с оператором на звонке. А, ну-ну-ну. Я вот насчет варикоза, лечения. Что надо делать? В первую очередь... Разрешите ответить, да? Конечно. В первую очередь стоит обратиться в клинику, набрав по номеру телефона клиники 98 98 01 и прийти на первичный прием флеболога. После того, как мы сделаем вам ультразвуковое исследование вене нижних конечностей, мы создадим определенную картину, да, построим план лечения и будем думать уже, как вас лечить, либо просто наблюдать. 98 98 01. Именно сейчас, пока идет эта программа и до следующего повтора, даже когда идет программа в повторе, идет акция 800 рублей на консультацию врача, ультразвуковое исследование, обсуждение результатов лечения, назначение всего, что вам необходимо для гораздо лучшего самочувствия. Спасибо за звонок. Вам всего самого доброго. Еще раз напоминаю, с удовольствием напоминаю о том, что партнером нашей программы является многофункциональный медицинский центр Джамси. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжаем эфир, и пока эфир продолжается, продолжается акция. В клинике Варикоза нет 98 98 01. Звоните, записывайтесь с огромной скидкой и получите консультацию высококвалифицированного сердечно-сосудистого хирурга, плюс УЗИ исследований и назначение всех необходимых вам рекомендаций. Здесь масса вопросов, то, что мы собирали из соцсетей, то, что обсуждали с нашими собеседниками, врачами-специалистами клиники Варикоза нет. Ваши вопросы могут добавиться, если вы наберете нам 69 44 72, а мы продолжаем обсуждение, чем все-таки опасен Варикоз. Потому что люди не то что годами, десятилетиями живут с выраженными венами, без болей, ну да, нарастает усталость, где-то отечность. Но это вполне можно списать на возраст, на перегрузки, на все остальное. В чем его настоящая опасность? Существует ли она? Конечно, существует. Но смотрите, действительно, очень много говорят. Я с Варикозом жила лет 20, лет 30, я с ним еще столько же проживу. Мы только рады, если проживете, это хорошо. Но Варикозная болезнь, она именно такая, что формируется многими-многими годами, может быть, даже десятилетиями. То есть, это не болезнь, которая происходит за щелчок, так скажем. И, естественно, со временем, то есть, у нас возникает определенное его осложнение. Есть стадии Варикозной болезни. На самых ранних стадиях это косметический какой-то дефект в виде появления сосудистых сеточек, которые кого-то могут смущать, кого-то могут не смущать. В дальнейшем, по мере развития самой болезни, мы сталкиваемся с застоем хронической венозной крови. Это приводит к тому, что начинает у нас изменяться именно кожа. То есть, кожа вокруг вот этих расширенных вен бывает очень уплотненная. То есть, со временем это все может приводить к тому, что могут образовываться трофические язвы. Даже так? Да. Варикоз является причиной развития венозно-трофических язвов. Это то, что касается поверхностных, скажем так, осложнений варикоза. Ведь есть еще и внутренние. Прежде всего, к внутренним относятся это тромбозы. Но это действительно страшно. Да, тромбозы страшны. Тем более сейчас, вот учитывая вот эту эпидемиологическую обстановку неблагоприятную, к сожалению, участились случаи тромбозов. Насколько часто к вам после ковидные пациенты обращаются? Вы знаете, почти каждый второй – это пациент, который когда-либо перенес ковид. То есть, вне зависимости от того, какую волну. И у всех у них, и что нравится, то, что они прекрасно понимают, что после ковида есть риски тромбообразования. Они приходят диагностироваться, они приходят обследоваться, проверить этих. Вот. Ну, ковид действительно усугубил ситуацию. И, скажем так, частота пациентов, которые приходят и у которых выявляется тромбоз, сейчас гораздо выше, чем, допустим, это было года 2, 3 или 4 назад. Поэтому это сейчас одно из самых актуальных проблем. Еще хотелось бы добавить, да, что на фоне перенесенной, да, новой коронавирусной инфекции создается определенный гиперкоагуляционный фон. Такой фон, при котором увеличивается густота крови, да, и это приводит к еще более замедленному его току. При уже имеющемся варикозном расширении это все приводит к нарастанию жалоб. И обычно они, наши пациенты, приходят вот с этим уже нарастанием жалоб. И после, там, да, внятного им объяснения всех процессов, которые идут у них в организме, они легко соглашаются на нашу профилактику, на наше лечение. Бывает такое, что без варикозной формы, да, пациент приходит с жалобами на варикозную болезнь, думаешь, вот по жалобам ты понимаешь, что, да, действительно может быть варикозная болезнь, смотришь УЗИ в вен, да, а там ничего нет. То есть есть какая-то функциональная недостаточность вен, то есть вены не могут прогнать эту густую кровь, возникшую на фоне постковидного синдрома, да, и тогда мы применяем определенный ряд назначений, которые улучшают качество жизни нашего пациента, да, который пришел к нам с определенными жалобами, и мы их наблюдаем в течение нашего лечения. Условия, насколько созданы необходимые условия в клинике варикоза нет для лечения пациентов с варикозом? Все ли есть у вас, что вам нужно? Или вот вы еще в процессе формирования? Процесс формирования уже давно завершился, да, то есть этот процесс формирования был до того, как мы открыли эту клинику. Когда вы открылись? Открыли мы клинику в начале ноября, с 1 ноября двери нашей клиники уже открыты. Совсем недавно? Совсем недавно, но пройдя уже длительный, я же повторюсь, длительный путь становления нашего как врача, я хочу сказать, что с уверенностью хочу сказать, что в нашей клинике созданы все благоприятные условия для лечения пациентов. Хотелось бы еще отметить, что варикоза нет является федеральной сетью клиник по всей России. У нас порядка 26 клиников в регионах и городах России. За счет тех федеральных объемов, которые мы выполняем по всей России, мы предлагаем самые лучшие условия для лечения наших пациентов. И послеоперационное наблюдение, мы предлагаем послеоперационное наблюдение в течение 6 месяцев бесплатно с определенной последовательностью посещения нас, самих лечащих врачей, и с прохождением ультразвуковых исследований. То есть мы контролируем ход лечения от его начала до, собственно говоря, его конца. До того момента, пока мы с уверенностью можем сказать пациенту, что, дорогой мой, вы вылечились. Я впервые, честно говоря, знаю много клиник разных, но впервые слышу, чтобы настолько заботились о последствиях после операции. Я сам как врач, я понимаю, что врачевание – это гуманная профессия. Во мне есть немного альтруизма. Я всегда рад, когда руководство идет навстречу пациентов, делать все для пациентов. Когда мне были озвучены те условия, которые предлагает клиника «Варикоза.нет» на территории города Махачкелла, я с уверенностью могу сказать, я знаю, что мы будем качественно и плодотворно работать на здоровье наших пациентов. Сколько времени нужно? Вот эти полгода, которые вы обозначили, это достаточно для полного восстановления? Бывает такое, что достаточно, бывает даже месяца. Бывает такое, что ты снимаешь пациента с операционного ствола, и он говорит, доктор, мне уже хорошо. Можно я домой поеду? Да, конечно. И мы сами радуемся, когда пациенту радостно, понимаете? Когда пациент встает… Бывает такое, я заметил такую закономерность, когда пациент приходит на первичный прием, он пытается тебя на чем-то подловить, где-то он тебя пытается вывести. Но они проверяют, насколько вы компетентны. Да, да, да. А есть те пациенты, которых ты снял с операционного стола, это два совершенно разных человека. Ты видишь на лице человека улыбку и понимаешь, что ты сделал хорошо, а не плохо. И мы стараемся делать намного лучше, чем есть, чем было у них, когда вот они вот пришли к нам. А как они могут оценить прямо на операционном столе, что им намного лучше? Каким образом субъективно это можно понять? Нога становится воздушной, легкой. Мы снимаем тот груз, который их беспокоил. Вы понимаете, вены – это емкостные сосуды. В венах содержится 80% всего объема циркулирующей крови вашего организма. И вот в этих варикозных венах, собственно говоря, они кровенаполнены. Целью лечения варикозной болезни является исключение этой вены из системного кровотока. И тем самым мы разгружаем другие вены. Те вены, которые чувствуют на себе эту нагрузку вследствие варикозной болезни их друга, грубо говоря, так скажем. Скажите, вот среди услуг, которые представляет клиника варикоза «Нет», есть такая загадочная для меня аббревиатура. Что означает эта операция ЭВЛК? ЭВЛК – это эндовенозная лазерная коагуляция вены. Принцип этой операции состоит в том, что мы с Гаджу Гусейновичем позиционируем лазер внутри вены и создаем определенную температуру, при которой разрушается коллаген стенки вены. То есть разрушается ее каркас, и она безвозвратно просто выключается из кровотока. И потом рассасывается. И организм воспринимает уже разрушенную вену как чужеродный агент, как чужеродный орган, и он просто ее реализирует. И мы можем оценить конечные отдаленные послеоперационные результаты уже от 3 до 6 месяцев. То есть, соответственно, вот этот период, когда мы оцениваем послеоперационные наши результаты, он абсолютно бесплатен для пациента. То есть мы нацелены на долгосрочный эффект от нашего лечения. Скажите, пожалуйста, когда принимается решение о таком исключении вены? Ведь, в принципе, это хирургия, просто она без надрезов. Вы выключаете вену из жизни. Когда принимается такое решение? Показания какие? Смотрите, у нас есть две группы вен в ногах. Есть поверхностная группа, есть глубокая система венозная. 90% оттока всей крови у нас приходится на глубокую систему. Если мы говорим про варикозную болезнь и лечение ее лазером, то это, прежде всего, поверхностные вены. Глубокие вены не оперируют, не лечат. А вена, которая является варикозно расширенной, и если мы видим в ней, что есть тот самый рефлюкс, то есть обратный возврат крови, эта вена, по сути, не играет никакую хорошую роль для организма. То есть эта вена является только причиной возможной патогенной проблемы. Видим жалобы, видим желание пациента лечиться и делать качество жизни лучше. Мы ему предлагаем эту лазерную методику, и, собственно говоря, делаем это красиво и качественно. Очень коротко, Ваша камера, Ваши пожелания. Вячеслав Гусенин, хочется, чтобы все были здоровы, пациенты, а ранняя диагностика заболеваний на ранних стадиях, она всегда Вам поможет. Ответственно относитесь к здоровью Ваших ног. Мы Вам в этом поможем. Спасибо за сегодняшнюю беседу. Спасибо Вам. Еще раз напоминаю, пока шел этот эфир, у Вас было возможности. Благодаря решению руководства клиники «Варикоза нет», у Вас такая возможность есть до повтора этого эфира и во время повтора этого эфира. 98-98-01. В ближайшие дни в клинику приезжают и специалисты из других федеральных центров по всей России. Записывайтесь, звоните, консультируйтесь, узнавайте. Вам всего самого доброго. Успеха Вашей клиники и Вам. Дальнейшего роста, квалификации, благодарных пациентов. Пусть у Вас все получается. Спасибо за теплую компанию. На этой вот такой светлой, теплой ноте мы этот эфир заканчиваем. Я, Вария Тубрынская, прощаюсь с Вами. Берегите себя. Мне нравится, что есть. Вария Тубрынская, прощаюсь с Вами. Вария Тубрынская, прощаюсь с Вами. Вария Тубрынская, прощаюсь с Вами.